здравствуйте дорогие друзья сегодня новое занятие и мы с вами рассмотрим небольшую тему это группировка группировки очень помогают видеть ритмы читать ноты потому что когда вы видите что ноты сгруппированные что они начинают повторяться вы уже готовы к этому и вы выйдете крупными частями то есть обычно музыканты в начале видят это следующим образом они смотрят на каждую ноту и как бы каждую ноту в отдельности они видят но нужно видеть все то же самое виде сгруппированных каких-то уже готовых групп в данном случае я предлагаю вам научиться видеть всего две группы но на самом деле которые очень часто бы вам будут попадаться и еще также хочу сказать то что очень многие профессиональные музыканты к этому приходят и мало кто объясняет это но в итоге мозг их так настраивается то есть мозг устроен видеть некие повторяющиеся шаблоны паттерны и выделять их и запоминать соответственно это и есть такой паттерновый подход которые в итоге мозгом вырабатываются и в начале детей заставляют считать 1 и 2 и 3 и 4 и и это как бы заседает на на лет на 4 у некоторых на 5 я может и до конца музыкальной школы в итоге они так и не умеют нормально они действительно считают ритм то есть действительно малышам так нужно считать ритм поскольку эта система обучения для взрослых то можно воспользоваться вашими преимуществами взрослых и увидеть вот такие вот паттерны давайте посмотрим какие вот сейчас я взял ритм где у нас есть паттерн я специально размер даже такой поставил две четверти чтобы увидели этот паттерн есть четверть две восьмые четверть две восьмые и это похоже в принципе мне напоминает это этот ритм маленькой елочки то есть вот эти вот четверть две восьмые четверть две восьмые или по-другому можно сказать длинная нота две коротких длинная нота две коротких ну как азбука морзе на вроде за счет этого вы уже видите вот эту группировку четверть две восьмые четверть две восьмые как бы приседая на четверть четверть да потом коротко две восьмые и сейчас вы попробуйте просто это ну простучать и понять именно уже в мышцах руках потому что такое в теории не понять такое можно только на практике понять давайте попробуем два три четыре четверть две восьмые четверть две восьмые четверть две восьмые отлично особенно помогает если вы ну чтобы люди не запутались если вы будете акцентировать на четверть немножечко первое время две восьмые не так сильно акцентировать сейчас поймете почему потому что следующее упражнение это наоборот две восьмые четверть да то есть следующий паттерн следующий шаблон который вам нужно запомнить этот две восьмые четверть но что это похоже это похоже на queen все песни наверняка слышали эту вылал рак там есть такой ритм тум-тум-та тум-тум-та ну то есть начинается так эта песня и продолжается всю песню если не слышите обязательно послушайте очень классная песня хитовая так вот как раз здесь у нас есть две восьмые четверть две восьмые четверть две восьмые четверть давайте сыграем два три четыре две восьмых четверть две восьмых четверть две восьмых четверть ну то есть все просто простой ритм для чего я вам это все делаю рассказывал для того чтобы отренировали эти паттерны а потом начали видеть их вот посмотрите я сейчас сделал ритм в котором идет две восьмые четверть две восьмые четверть четверть две восьмые четверть две восьмые вот если вы вот это вот почувствуете вот этот вот паттерновый подход вот этот вот шаблонный подход то тогда действительно вы не будете в отдельности каждую восьмую видеть как они вот нарисованы действительно в отдельности каждую ноту вы будете уже целиком группы видеть что как вы понимаете значительно ускоряет чтение вообще но это один из секретов как раз быстрого чтения но то видеть вот эти шаблоны и потом вы заметите что в нотах в общем-то шаблонов не так уж но именно ритмических не так уж и много и все они просто чередуются и вот эта группировка не зря она сделана сейчас я покажу вам на следующем примере мы сначала сыграем двух четвертях специально чтобы отделить эту группировку а потом я попытаюсь показать в другом специальном виде чтобы также распознали и в нем давайте попробуем сыграть 2 3 4 2 восьмые четверть 2 восьмые четверть четверть 2 восьмые четверть 2 восьмые и сейчас я покажу вам следующее упражнение она абсолютно такой же только записаны в размере 4 четверти и специально я вам эту запись ну показываю специально вот она другая то здесь и так то нет здесь уже этой группировки нет но не теряйтесь по-прежнему это ну как бы вот эта группа нот 2 восьмые четверть вот она 2 восьмые четверть другая 2 восьмые четверть давайте я вам даже нарисую чтобы было понятнее вот она 2 восьмые четверть 2 восьмые четверть 2 восьмые четверть 2 восьмые уже присутствует и вы их должны видеть Ну давайте мало того, что видеть, вы должны на практике их видеть. Два, три, четыре. Две восьмые, четверть, две восьмые, четверть, четверть, две восьмые, четверть, две восьмые. То есть мы здесь применяем не счет, как традиционно это делает для малышей. Раз и два и. Да, это помогает, но потом в итоге все равно приходится переучиваться им в эту систему. Я вам предлагаю сразу учиться чувствовать ритм таким образом. Давайте дальше посмотрим упражнение. Попробуем смешать еще больше. Две восьмые, четверть, первый шаблон. Потом четверть, две восьмые, другой шаблон. То есть мы уже их близко ставим, перемешиваем. Потом четверть, две восьмые, это третий шаблон. Две восьмые, четверть. И вот здесь надо действительно почувствовать вот это разделение. Особенно потому, что это у нас размер четыре четверти. Как вы помните, во втором занятии мы проходили. Это сложный размер, а значит он состоит из две четверти. Вот здесь две четверти. Плюс две четверти. И вот здесь надо немножечко выделять относительно сильную долю. А здесь надо сильную долю выделять. Дальше. Вот здесь следующие две четверти. Вот здесь сильная доля в начале. И вот здесь. И тогда у вас не будет путаницы, когда вы будете вот эти вот восьмые играть. И они у вас будут, как бы вот эти две восьмые, относиться к этой стороне, к этим двум четвертям. А вот это уже к этому шаблону. Вот настройте, пожалуйста, так зрение. И сыграйте это. Давайте вместе со мной. Раз, два, три, четыре. Две восьмые четверть, четверть, две восьмые четверть, две восьмые, две восьмые четверть. Ну то есть вот такой вот у нас получается ритм. И, опять же, напомню, пока не забыл я, мы стараемся играть, когда курсор скрыт, да, то есть это высшая степень просветления вашего, да, вашего, и когда точность попадания высокая. То есть в данном случае вот это была бы даже, может, и ошибкой, то есть высокой точности. То есть все упражнения потом перепройдете вот в этих настройках, для того, чтобы еще и еще закрепить данный результат на более высоком уровне. Хорошо, следующее, давайте мешанину посмотрим всю эту паттерну. И мы добавим в этот, вот помимо вот этих паттернов, старые паттерны, которые мы видели, это сплошные восьмые, ну то есть четыре восьмые, и по половине ноты. Все, я думаю, здесь все понятно. Давайте послушаем, как это выходит. Три, четыре, раз, два, восьмые пошли, четверть, две восьмые, и половину два удара длим. Все, элементарно. Все это проделываете в более высоком режиме. И я еще хотел бы рассказать вам немножечко о темпе под конец занятия. Что такое темп? Темп, на самом деле, это способ показать отношение длительности к реальному времени. Что я имею в виду? У нас длительности имеют, ну как бы секунды у нас существуют, минуты и часы, это реальное время. Как же относительные такие плавающие длительности, как половина, целая, четверть, восьмые, приходят к реальному времени? А приходят они к реальному времени через темп, где берутся со стороны длительности не целая, не половина, не восьмая, а именно четверть. То есть та четверть, которой отстукивает метроном. А со стороны времени мы берем не секунды, не часы, а именно минуты. И вот такое отношение минут к часам, измеряемое количеством длительности, вот этих количеств четвертей в одной минуте, и показывает наш темп. То есть, например, обычно именно вот так вот пишут теперь в нотах, да и всегда так писали, четверть равна 60. Что это обозначает? Что за одну минуту должно влезть 60 четвертей. Вы скажете, что? Как это вообще играть? Ну, как так может человек высчитывать? На самом деле очень просто. Вы прямо сейчас можете без подготовки начать стучать в таком темпе четверти. Каким образом? А если вы вспомните, что у нас в минуте 60? Ну, конечно же, 60 секунд. То есть 60 секунд, это значит, что темп 60, это значит, что каждая четверть будет совпадать с секундой. Далее. Темп 120. Что он обозначает? Как вы думаете, можно ли такой темп без метронома отстучать? Ну, то есть просто вот сидите и захотелось в темпе 120 поиграть. Можно? Конечно. Если вы темп 60 знаете, значит и 120 знаете, потому что 120 это просто в два раза быстрее, чем секунда. Если вы нашли, вот как стучит секунда, то в два раза быстрее, это и будет вот четверти в темпе 120. Ну, уже довольно быстро. Хорошо. 120 научились. Она в два раза быстрее секунды. Давайте посмотрим, какие еще темпы я вам предложу. 180. А сможете ли вы в это 180 стучать? Ну, конечно, сможете. Это же просто в три раза больше, чем 60. И это в три раза быстрее секунды. А значит, если вы найдете секунду, ну, в три раза ускорите вот это, ну, это мы в более старшем, в более полном курсе делаем, то есть приучаемся делить на три, это и будет. Вот я сейчас отстукиваю темп 180. Без проблем вообще, без проблем, без всяких метрономов. Вы можете это все отстучать и понять. Эти темпы иногда обозначаются еще и просто словами итальянского, либо русского, либо, ну, смотря какие ноты языка, где все темпы где-то около 60 называются медленными, темпы примерно около 120 называются скорыми, а те, кто около 180 называются быстрыми. Так вот, иногда их пишут перевод на русском, иногда на итальянском. Такие темпы примерно называются анданты, то есть спокойные. Здесь вот у нас 120 примерно, 120 это аллегра, то есть скорый темп, да, и престо это быстро. В общем-то, на этом у нас почти все. Осталось только выполнить все те же самые упражнения, но достигнув темпа 100-120, постепенно, плавно повышая темп. То есть, как это будет? Вот, допустим, 4-1 упражнение. Начинаете опять все сначала. Прежде чем нажать на старт, здесь выбираете темп, здесь его можно вот так выбрать, либо вот так, да, и темп выбираете где-то на десяточку побольше. Ну, примерно. Точность-то особо не важна, то есть, либо набираете. И начинаете отстукивать в этом темпе, но я сейчас не буду, это будет долго. Потом отстучали зеленые нотки, все получили. Повышаем еще на десяточку. 80. Окей. Кому-то, у кого хорошо, прямо вы чувствуете, у вас хорошо получается, можете по 20 прибавлять, то есть, 60 плюс 20 получается 80, потом 80 плюс 20 получается 100, и 100 плюс 20 получается 120, да, то есть, кто-то до 120 может дойти. Ну, в общем, главное, если у вас, ну, слабенько получается, то до 100 по десяточке прибавляйте и дойдете. Таким образом, вы можете действительно повысить свое качество вот этого ритма, вот этого чтения ритма в более высоких темпах. Встретимся в следующем занятии. Пока.